Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Николая Гоголя «Мёртвые души», краткое содержание поэмы в видеоформате за 5 минут или текстом по ссылке в описании за 20. Подписываемся на канал, жмём на колокольчик и слушаемся маму, а мы начинаем. Главные персонажи произведения Чичиков Павел Иванович, Манилов. Коробочка, очень беспокойная помещица, которая всё боится подешевить с продажей мёртвых душ, Собакевич, Собакевич, Ноздрев. Плюшкин. Первый том. История начинается с того, что в город, автор не указывает его название, прибывает коллежский советник Павел Иванович Чичиков. События происходят во времена после изгнания французов из страны. Он заселяется в гостиницу и начинает задавать множество вопросов слуги из трактира. Через несколько дней он знакомится и добивается расположения помещика Ноздрева. После этого он посещает губернатора, вице-губернатора, а также прокурора и откупщика. Затем Павел Иванович отправляется в поместье к Манилову. Манилов очень рад приезду Чичикова, поэтому всячески его умасливает. Затем происходит семейный обед вместе с хозяйкой поместья и сыновьями пары. Павел Иванович наконец-то рассказывает причину, по которой он прибыл к помещику. Он хотел бы приобрести крестьян, которые уже умерли, но все еще не числятся таковыми по документам. Павел Иванович согласен оформить сделку законно, как будто с живыми людьми. Сначала помещик пугается такого предложения и пребывает в растерянности, однако вскоре возвращает расположение Чичикову и сделка проходит успешно. Чичиков же направляется к Собакевичу. Во время поездки карета Павла случайно опрокидывается по недосмотру кучера, который пропустил нужный поворот. Поэтому на ночлег им приходится остановиться у слегка боязливой помещицы коробочки. Чичиков выезжает на дорогу и заворачивает к трактиру, чтобы поесть. Туда же прибывает Ноздрев, нахваливает ярмарку, рассказывает о ее прелестях и на этой волне увозит Чичикова, который решил поживиться и тут к себе. В своем поместье Ноздрев резко меняет решение и отказывается продавать души. Утром спор продолжается и Чичиков садится за партию в шашке, но быстро замечает, что Ноздрев играет нечестно. В итоге Павла Ивановича уже даже собираются побить, однако ему удается сбежать, так как прибывает капитан-исправник. Этот мужчина объясняет, что Ноздрев находится под судом. Прибыв в поместье Собакевича, Чичиков обедает, а затем заводит разговор о сделке. Тут все проходит хорошо и Чичиков оставляет задаток. Дальше Чичиков знакомится с Плюшкиным, которого сначала принимает за нищего. Тот большой скупердяй, поэтому Павел Иванович легко уговаривает его на сделку, аргументируя тем, что будет платить подать из-за умерших крестьян. После ночевки в гостинице Чичиков изучает списки приобретенных крестьян и наконец-то отправляется заключать дело. Он приходит к председателю, который выясняет у него свойства крестьян, зачем они нужны и куда отправиться. Павел отвечает, что они будут отправлены в Херсонскую губернию. После успешного завершения сделки Собакевич и Чичиков отправляются к полицмейстеру, а потом отмечают совершенное дело шампанским. В итоговой части истории Чичиков врывается к помещице с ножом и требует отдать мертвые души. Причем женщины приходят к очевидному для них выводу, что мертвые крестьяне – это всего лишь отводящий маневр, а на самом деле Чичиков хочет увезти губернаторскую дочку. Город впадает в возбуждение, начинаются бурные обсуждения о том, кто же такой Чичиков. В это время Павел Иванович с простудой сидит в гостинице и удивляется отсутствию гостей. В итоге, выздоровев, он отправляется с визитами, но обнаруживает, что его нигде не принимают. Ноздрев навещает его в гостинице и заявляет, что готов помочь с похищением губернаторской дочки. На следующий день Чичиков решает бежать из города. Далее автор перескакивает на рассуждения о своем герое, рассказывает о его прошлом, начиная с детства. Он объясняет, что Павел Иванович разъезжал по России и скупал души мертвых крестьян, чтобы потом заложить их в казну как живых и получить за это деньги. Рассуждениями о своем герое и описаниям несущейся по дороге брички автор завершает первый том. Следующий эпизод начинается с поездки Чичикова к полковнику Кашкареву, но в итоге он попадает к Петухову, которого застает на Гишом. У того душ купить нельзя, так как имение заложено. Затем Чичиков отправляется к Константину Констанжоглу, который рассказывает ему множество способов, как увеличить прибыль поместья. Однако в момент, когда повествование достигает пика напряжения, губернатор получает множество доносов, в губерниях возрастают смуты, а знакомый Чичикова пытается смягчить его участь, рукопись обрывается. Все это и многое другое из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» читайте по ссылке в описании. Там же можно пройти тест и проверить, как вы все запомнили и уяснили. Хороших оценок! Подписка, колокольчик, какая-нибудь новая интересная книга. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok